МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это Малоземов проверит. Я Сергей Малоземов. Честно вам признаюсь, залипаю иногда на рекламные ролики или где-то по телевизору, если вижу, где продвигается разная кухонная техника. Ну вот, например, недавно я увидел рекламу канадского круглого ножа, который называется Боло-серклор... Сёрклор... Найф. Он стоит 600 рублей. И там показано, как благодаря своей круглой форме, вот таким необычным движениям, повар ловко-ловко-ловко режет продукты. Это получается и быстро. И потом реклама ещё обещает, что за счёт того, что разные грани, разные стороны этого ножа прикасаются к продуктам, к доске, он медленнее тупится. Ну и вообще это круто выглядит. Очень интересно, я решил проверить. И в рубрике моей программы Чудо техники, рубрика называется Чудо-товары, я устроил, вот как обычно, проверку со всех сторон. Что же получилось? Для начала мы отправили мою соведущую Катю Кондратьеву к профессиональному повару Фёдору Сёмину, который сначала показал ей, как нужно резать обычным ножом, палец не отрывать, кончик ножа держать на доске, вот это всё. И дальше он протестировал вместе с Катей круглый нож. Что оказалось? Что сказал профессиональный кулинар? Вот у Кати получалось не очень, у него уже получше. Но и всё равно, для зелени, например, по его мнению, это было хорошо. А вот крупные продукты, типа мяса, огурцы, помидоры, резать было неудобно. У Кати и вовсе кусочки получались какими-то неровными, неодинаковыми. В общем, там им не понравилось. Дальше мы решили проверить обещание насчёт того, что тупится медленнее. И наши испытатели Саша и Рамиль взяли самую неблагоприятную для ножей поверхность – стекло. По ней и скрипит неприятно, и скользит, и вообще это очень повреждает нож. Оказалось, что тут есть ещё одно неудобство у этого ножа. У него есть курок, фиксатор, который вроде должен ему не давать прокручиваться. И он действительно не даёт прокручиваться, но палец начинает страшно болеть, когда ты долго держишь. Но и самое главное, когда они основательно порезали самые разные по твёрдости продукты и провели финальный тест остроты на помидорке, оказалось, что этот круглый нож сохранил свою остроту ничуть не лучше, наоборот, ничуть не лучше, чем обычный. Может быть, металл некачественный, подумали мы, и отправили на тестирование. В лабораторию Московского института стали и сплавов. Нет, сказали там, сталь как раз нормальная. Видимо, неудачная сама конструкция, которая заставляет совершать какие-то неестественные движения, может быть, сильнее прижимать. И тупится он в итоге, как показал наш тест, даже быстрее, чем обычная ночь. Ну и, наконец, чтобы расставить все точки над «и», мы отдали этот нож круглый на тестирование опытной хозяйки Натальи Петровне. И она в течение недели пользовалась на самых разных продуктах и вскрыла ещё один недостаток. Оказывается, этот нож неудобно мыть. Его нужно разобрать, достать лезвие, помыть все рёбра жёсткости, которые внутри. А там везде сок после того, как ты порезал. В общем, штука эта, по мнению всех, кто тестировал для нашего сюжета этот товар, штука эта бесполезная. Мы так и сказали в итоге, не чудо. Извините. Стоит, может, и не так дорого, 600 рублей, и выглядит необычно. Но больше, чем на роль игрушки, претендовать, как нам кажется, не может. Может быть, конечно, мы все такие тупые и безрукие. Я тоже этого не могу исключить. Но вот что получилось, то получилось. Всегда рассказываю, как оно есть у нас на самом деле. Это был очередной выпуск «Малозёмов проверят». О чём бы вы хотели, чтобы я рассказал в следующих? Пишите в комментариях, непременно откликнусь. Свежие ролики по понедельникам, средам и пятницам. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok